Это не штука, я попробую. Поправишь? Подожди, давай заново. Все, заново, 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 заново. Че страшно? ЗАНОВО! Дубль, дубль, то 44. Так, добрый день, сегодня у нас об беседках. В общем, Константин Пастуков, мой хороший друг, известный кузнец, художник, в свое время изготовил беседку из корней дерева. Как правильно сказать? Там суруб не суруб, в общем, такой, рустикак она. Рустикальный стиль называется. Деревянное зодчество. Деревянное зодчество. Перетекание в морское, там, а-ля рококо. Короче, там такая... А вы выложите сначала на экран. Я фотографии сейчас сделаю, увидите. А вот прямо сейчас выложите. Вот, в общем, сколько времени у тебя на это все заняло? Ну, ушло, на самом деле, после заготовки из леса полгода. А на самом деле, у нас ушло в общей куче где-то, Сергей, да не где-то, около года. Ну, потому что там такой, он, это, грандиозный проект, на самом деле. Вы представляете, вот, допустим, стоит лес, да? Стоит лес. То есть, нужно, что сделать, допустим, вот, там же определенный комель, он 500 миллиметров, да? Найти, допустим, через 200 метров, да? То есть, трактор приехал, подкопал, аккуратно. Ну, конечно, были разрешения определенные, да? Он подкопал, это же надо все будет. А следующее дерево, через полкилометра, такого сочиня. Ну, то есть, пока, чтобы вы понимали, они выбирали вот эти все деревья, то есть, не просто так мы приехали, спилили. Да. То есть, она должна получать разрешение, то есть, пока собрали вот этот подходящий материал. То есть, представьте, комель полметра, то есть, там вот такое бревно. Да, после чего это все приехалось, конечно, к нам на базу. И следующим этапом, Сергей Ильич, это надо было все отшкурить, кору убрать и, главное, что отмыть. Вы, может быть, обращали внимание, допустим, где-то делают, ну, в средней части у нас, где кедры растут, это у нас сосна, конечно, использовалась. Но сосна же бывает разного размера. Кедровые, вы видели, там, да, они их обрезают в комель, да? И нет вот таких, знаете, коряк, то есть, продолжение рода, да? Где-то вот обрубает на середине, а мы нет, мы именно подкапывали вот каждую, таскивали. То есть, ты более художественно пришла к этому вопросу. Да, да, и надо было еще мало того, чтобы это было все отмыть. Отмыть херкером, каждую там изъянку пошкурить, вот в чем прикольно. И расставить уже определенную вот эту вот динамику, потом стропила, ковка это все это выиграть. Ну, видите, там, зонт на фотографии. Сегодня мы рисуем в эту же охотничьего воде, ну, и дополнительный бар. Ну, покажем. Конечно, мы сейчас покажем, вы покажете, выложите, обязательно снимете. Вот, рисую два вида. Первый вид, то, что бревнышки либо они кованые будут, либо они деревянные будут. Столешница будет из стекла, абсолютно из стекла. А нижний пенек, где будут расти грибочки, да, она пониже. И такое ощущение будет казаться, что столешница зависла в воздухе. Ну, это достаточно сложно этого добиться. Да, да. И это будет барная стойка, потому что есть, допустим, центральный стол, есть мангальная зона. А стол для приготовления, да, туда потом, значит, у нас и войдет, и тендыр вставится обязательно. Фотографию могу приложить. А ранее уже делал. Там уже будет и мини-русская такая печка, куда казан можно приготовить. Там, ну, и что будет, даже самовар. Ну, то есть, там такая серьезная зона. То есть, вот они, получается, уже, получается, второй год пошел? Ну, да. И вот они все там дорабатывают, дорабатывают, и дорабатывают, и дорабатывают. Ну, произведение же искусства, оно не рождается же за пять секунд. Раньше, вот вспомните, храмы строились по 25 лет. А сейчас театрят. Сейчас быстро, да, все. Да. Мы слепили из того, что было. Да, ну, и, да, нет, не падает. Просто сейчас и технологии другие, а раньше же подходили, допустим, вот, очень так фундаментально. То есть, сначала нарисовали, утвердили, все это согласовали. И потихонечку, раньше же, природные материалы были, вот, взять деревянное зодчество. Обратили внимание, уже, может, очень много же церквей на совершеннете того, что в Тагиле, там, в Невьянске, еще с деревянной черепицы. Ну, есть такое. Ну, покажи вот тоже нарисован, что-то там. Ну, на просто, просто. Так вы все это, ну, сфотографируйте, ну, и покажите. Не, ну, все равно же. Ну, то есть, постоянно вот это вот рисование идеи, рисование идеи. Тут, Сергей, скорее всего, правильно сказать. Вот, когда ты определенную вещь сделал, ты уже в голове прорабатываешь, как ее доработать, как привезти вот эту вкусняшку. У меня просто был один клиент, один клиент, да, допустим, он, у него была старая-старая беседка. Ну, он, видимо, купил этот дом. И говорит, вот, не знаю, что тут сделать. Там была одна мангальная часть, я прошу вас тоже фотографию приложить. Я говорю, давай как тачку на прокачку. Вот, давай как тачку на прокачку. Так вот, когда они зашли через, я говорю, месяц, не заходите. Ну, что бы не видел, как строительство. Мы ее сделали маком, мы там сделали и кухню с мебелью. Потом я в реке поехал, сейчас же очень много и всякой утвери. Новых технологий. Да, новых современных. Да, купили магнитики, все эти шведские очень интересные ножики. Там все это расклеили, разукрасили фонари, цветочки. Ну, цветочки, говорю, какие-то указатели, значит, мини-бар вот этот над столом. То есть, ты один клиент, да, встал, хоп, и рюмочку. То есть, я поставил не рюмочку, а стакан, допустим. Ну, или ты не готовил, что-то, что-то тебе тут не надо никуда. Должно быть не просто вкассиво, в первую очередь, вот так вот правильно сказать, а еще функционально. И удобно. Это уже дизайн. Да, и ты со временем как бы ты дорабатываешь. Конечно, в данной беседке, где вы приложили вот эти с корнями, с мощными, все это не доработаешь. А вот хотя в беседке мы это сразу почему-то, я увидел и доработал. Там и мебель, там и мангальная часть, и где приготовить, и умывальник. И главное, я говорю, давайте крышу сделаем светлую. И купили вот это стекло, сейчас как близкий, типа стекла, но может это не стекло, а как пластик, да? Ну, криво, наверное. Бельгийский, нет, бельгийский пластик, но он смотрится как стекло под бронзу. И свет-то падает, и вот эти лучики, солнце, и оно обогащает. И как бы ты сидишь, и защищен, и в то же время вот этот свет и преломление. Вот вы же не зря говорите, почему у нас страдает на сегодняшний день подсветка. Итальянцы, допустим, даже при каких-то определенных репортажах, вот они, у них школа живет, сильно даже подсветки. Здесь надо также увидеть не только построение линии, не только вот вписать в архитектуру, но еще и свет. Это называется вообще комплекс. Да, и ты интуитивно как бы чувствуешь, чтобы людям было комфортно. В первую очередь комфортно и удобно, и функционально. В общем, вот такой обзор фотки вы видели. То есть понимаете, вот эта вот сложность, внимание к мелочам. То есть и не надо там, как сказать, кто-то быстро сделал, они думают, у них получился шедевр. Тут вам второй год уже люди делают, 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 то есть доводят все до совершенства. То есть сложности, а вообще работа с деревом, она сложная. Плюс еще тут художественная ковка, всякие разные интересные там добавки, вкусняшки, вот это вот. Плюс свет, то есть фонари, чтобы ты утром вышел, вот это вот одна красота под одним светом. Вечером вышел, у тебя другая красота. И вот это все должно меняться. И вот в этом есть, как сказать, почерк мастера. В общем, вот такая беседка. Константин Пастухов или граф Фожаков, кузнец-художник. И главное с любовью, Сергей Игоревич. Да, и главное с любовью. И ваша Балин Дизайн. Ю-ху! Всем здоровья, счастья, тепла и благополучия. По вопросам обращайтесь. Все через Сергея Шиболевых вайф меня учит. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok